Схема размещения службы в штабе хоровых игр продумана довольно тщательно. В начале службы регистрации, затем которые бывают наиболее востребованы участниками. Все, что касается организации концертов, размещения, есть и департамент туризма, потому что почти все свободное время участники тратят на экскурсии по городу. И департамент помогает все это организовывать. Но на улицах можно встретить и немало просто гуляющих групп, как, например, это из России. Хорошее настроение, очень классное было открытие. Все люди вышли на улице, нас очень тепло встречали. Вчера мы выступали тоже в парке. Очень хорошая публика, отзывчивая, в общем, такая дружелюбная. А если честно, у нас в репертуаре есть песни на латышском языке, мы очень рады. Очень расположили зрителей к себе. Еще одна деталь, которая относится к системе организации игр. Все участники имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте. Нюансов много. Все это предстоит изучить представителям Сочи. В Риге сейчас находится и глава Сочи Анатолий Пахомов. Город Сочи прежде всего и добивался тому, чтобы стать самым гостеприимным городом мира. Чтобы в городе Сочи каждый год, каждый месяц, каждый день проходили замечательные события. Чтобы каждый день в городе Сочи был праздник. В октябре месяце будет «Формула-1» впервые в России. Мы говорим о том, что в мае следующего года будет всемирное авиашоу. Мы говорим о том, что в 2018 году будет чемпионат мира по футболу в городе Сочи. А это значит, что мы сегодня, готовясь к Олимпиаде, создали уникальную материальную техническую базу для проведения международных больших событий. Продолжение следует...